Творец должен быть немножечко голоден, считает героиня программы «Женские истории» композитор Кармелла Цепкаленко, профессор Одесской национальной музыкальной академии имени Неждановой, арт-директор фестиваля современной классической музыки «Два дня и две ночи». Обратите внимание, положено, когда подавать кофе, нельзя вот лить как на чайник, да? Вот это же должна подавать, когда есть гости. Это, кстати, то, что у меня держит вообще. Ни в коем случае не налитой чашки или не чашки сбраться. Знаешь, как евреи не жалейте кофе, это мандальцы. Не такое же современное, но… Даже с надписью «От своего фестиваля»… Это портфельника Валерины. А это хуго-шир. Швейцарский. Это шахтюр. Это дорожный кофейный набор. Это вот то, что уцелело с турецкой Армении, когда оно угревало. То есть это спиртовочка. Хочешь такой размер кофе, хочешь что-то, сюда спирт. А перед этим, это я помню, дедушка, у него прожил 90 лет, и как бы удовольствий уже после 80-ти и так много было. И вот он каждую неделю всегда делает это. Его же часы, кстати. Вообще все вложения из красотки. Я его использую очень часто. У меня есть опера «Часы». И там тебе небезызвестный Руперт Бергман с этими часами. Вот там больше Восток. Азиатский Восток. Вот это для работы. Да, вот это, например, годность. О чем я тебе рассказывала. Это на каком-то. Четыре фамилии. Доморчаны, коленки. Это моя. И перепелицы. Вот это тот дедушка, которого я... Это прадедушка, прабабушка. И он служил в Федеи, называлось это движение. Его распустили где-то за 10 лет до геноцида. Мой дедушка уже чуть постарше. Это он уже в Киеве. Они не вернули в Украину. В смысле, в Российскую империю. Дедушка раньше приехал. В 1905 году, даже может немножко раньше. Закончив Туклеевское училище в Киеве и основал свой бизнес. У него был муковомный завод. Много было мельниц. Был достаточно богатым человеком. Потом приехал в 1910 году к себе. Забрал жену. И уже ребенок был. Старшая дочка. Тетя Люба. Сережа. И уже приехал. Они поселились в Николаеве. Ну, а во время революции все, естественно, сразу отдал. Вот тоже очень интересная фотография. Здесь это дедушка только вышел из тюрьмы. Это посленная бабушка еще жива. Бабушка в 1928 году, да, умерла. И вот здесь Рафаэль Парчинян. Это очень известный поэт. Он вскоре после этого, где-то в 30-х годах, уехал и жил во Франции. И в 50-е годы, когда было возвращение армян, он вернулся. И всю свою жизнь уже провел монахом в Ачмедзине. Ну, его стихи печатались. История Армении как бы его не забыла как поэта. А он был мужем дедушкиной сестрой. Поэтому он вот как бы вместе там. Вот турецкая. Вот это еще Турция. Вот. Это сидит дедушка, дарит цветочек. Эта девушка должна была быть невестой брата. Но она там осталась. Подожди, подожди. А какая музыка у турок? Армянская. Какая еда у турок? Все. Они все взяли? Все турецкое, это армянское. Армянская кухня. Названия даже одинаковые. Инструменты все. Дук там. Я в Берлине хотела сделать братучи. Знаешь, вот это то, что я всегда делаю, когда у нас какой-то прием. И мне надо было купить брынзу, ну такую брынзу, которая нужна. Я пошла в турецкий магазин и говорю, дайте мне, пожалуйста, баннер. Мне тоже дали. Брынзу у них точно так же называется, как зайтон маслейный. Это удивительно. Кроме религии и характера. Это перепелица. Вот Саша, я с 92 года прожил. Мы его похоронили прошлым летом. А вот это вот папа уже, то есть и мама. Папа прожил очень такую, как бы, тяжелую жизнь. Он был слепой, получил контузию. Кроме того, что избежал вот этих расстрелов, он был мотогонщиком, поэтому его так бы оставили жив, потому что все равно убьется. И он в 43-м году его контузировал, он потерял зрение. В 41-м. В 41-м, да. Оборонный детстве, да. Один глаз совершенно слепой, а второй – 002. То есть, ну, ничего. Он бросили убирать. У него был сепсис. Он умирал все уже. Такая вот голова была, гнотекся. Наши войска его просили. Наши отступили, его оставили в оккупации. Он остался в оккупации, да? Да. Он так и пережил. Он выжил. Выжил. Ну, то есть, сказали, если он… Первой жене его сказали, что, мол, если он будет жем, он будет ненормальный. Руку можно отрезать, голову не отрежешь. У него такая вот голова. Просто слеп. Ну, из-за своего здоровья. Ну, это вот… Вот эта территория, это благодаря, конечно… Потому что не было бы его… У него был очень… Ум удивительный. Ну, говорят, что… Да, особенно в мир зрения. Он интуитивно все чувствовал. Он никогда… То есть, не ошибался, если я говорила, что-то хотела скрыть, там, или что-то такое. Ну, и так… Он не видел, но он чувствовал. Вот, так что… Мама. Мама. Да, мама должна была быть балериной. Но, опять же, ее бабушка умерла, дедушку посадили. А ее отобрала Гельцер. Была такая очень известная. Была Дункан и Гельцер. Гельцер была из Москвы. И она ездила по Украине, собирала трупы. И видела, мама танцевала в красном маке. Китаяночку. Вот они… Видишь, они все китайцы. Мы всегда говорим. Потому что демирчаны – это китайская детка. Вот. Вот. Ну, никуда не поехала. Потому что они… Котические дети сами росли. Какой-то период. И потом… Мама 86. Мама 86 пожила. Да. Она в 2000 году умерла. Вот. Ну, она потом как бы посвятила себя только семье. Потому что у папы была… у папы две дочки. И… Моей сестры, которая со мной выросла, мама умерла. И… Мама взяла… Ну, короче говоря… Да. Убежала семья. Да. И еще был дедушка тоже живый. И еще дядин. Короче говоря… Людей было всегда много. И как это в семье происходило? Ну, вот. В данном случае особенно всегда было шумно и людно летом. Потому что было много территорий. Ну, не этот был дом, но тоже был большой дом. И большой огромный стол в саду. Приезжали всегда гости и всегда… Ну, как… Ну, не такой, но все равно больше, чем… Можно себе представить… Чье рабочее место? Это мое. Ну, не только мое. Тут все как бы… И… А что Асюша уже? Готовиться к школу Столярского, конечно. А куда ждеться? Да. Ну, это его… Желание. Шесть лет нет желаний. Ага. А что есть? Желание появляется в пятнадцать. Особенно у мальчиков. Ага. Сейчас такой еще великий наш русский композитор. Он говорит, что я музыку не любил. Но моя мама решила все равно отдать мне учиться. Я начал учиться. Но все равно музыку не любил. Потом оказалось, что у меня хороший слух и память. Вот. Ну, так и начал учиться. Стал сейчас такое еще, понимаешь? Если бы не мама, то он бы… То есть в музыку все равно приводят родители? Все родители. А что любит Арсений? Это что вот за партитута? Это моя… Я работаю над произведением для кларнета, кларнет-баса с электроникой. А можно это? Или это правильно? Нет. Оно, во-первых, не закончено. Во-вторых, ничего не будет понятно. Но звучание-то будет? Нет. Нет? Нет. Ну, видишь, для меня инструмент, он и расстроенный, он как бы такой… Ну, для меня это не важно, потому что мне иногда кое-что надо проверить. Я в основном пишу за столом. Слышу так? Да. Ну, то есть что-то я могу проверить, но мне удобнее, и как бы я уже привыкла, потому что не всегда на стипендиях был инструмент. Иногда были шикарные условия с роялем, а иногда рояль был, скажем, в другом здании, и нужно было выйти из своего дома, открыть дверь, зажечь отопление, потом только сесть за рояль. И поэтому с каждым разом, с каждым днем все меньше и меньше было возможности, вернее, желания. Это настолько было тяжело, что я быстренько что-то такое вот делала, то, что мне надо, и в основном все сидела за столом, работала. Это, конечно, глупейший вопрос, но я не представляю, как это может записаться за столом. Просто не представляю. Ну, а ты считаешь, что если ты из-за инструментов, то ты воспроизводишь все звуки, которые у тебя в голове. Инструменты-то возникли позже. Поэтому то, что слышишь ты, как бы, внутренним слухом, оно совершенно не совпадает со звучанием инструментов. И это не только мои наблюдения. Обычно первая репетиция, а ты в шоке. Потому что тебе кажется, что твое звучание внутреннее не совпадает с тем, что играют живые инструменты. Почему тогда, да? Значит, все-таки исходное было внутреннее звучание. Ни один инструмент, который звучит у тебя внутри, не совпадает с тембром. Как с этим мирится автор? Ничего, привыкаешь. На второй репетиция. Ага, да-да-да. Именно это я и хотела сказать. В данном случае каждая из этих икон, ну, многие из этих икон олицетворяют собой мои работы. То есть, например, вот Святой Николай, это как бы то, что я себе оставила в память о своей работе «Концент-драма» для фортепиано и оркестра. То есть, когда была такая очень большая подмога от Министерства культуры, композиторы имели право свои произведения продавать. Их закупало Министерство. То есть, я не продавала свои права, но я получала какую-то помощь, как бы, да, Мусфон. И каждый раз от какого-то закупленного произведения я себе делала, вот, или Святую Александру покупала, или вот эту удивительную, одну из моих любимых икон «Всевидящее око», да, вот скандинский, да, прообраз его всех картин, всего абстракционизма. Вот он здесь, как мне кажется, я, конечно, не искусствовед, но вот почему-то у меня такое чувство. Здесь украинские иконы и российские иконы. Вот это украинские иконы. Видишь, лик больше, очень массивные руки. Вот украинские, вот это примитивизм тоже, тоже украинский. Это уникальная тоже икона из села Семеновки, там, где родина Сашиных родителей. Эти иконы благословляли Сашину прабабушку. И когда было раскулачивание, или бабушку, когда было раскулачивание, одна из хороших комсомольских девчонок икону эту припрятала. И когда мы приехали, спустя там… Бабушка умерла? Да. Да, уже бабушка-то умерла. И эта женщина, видимо, ей стало просто неудобно. Она видела Сашу, знала и как-то говорит, идем. Пошли. На горыще, да, куда-то залезла и вытащила эту икону. Она была вот такого цвета. Черная. Черная совершенно. Это уже ее реставрировали у нас в Одессе. Снимали слои, потому что они над печками висели. И старые люди тех времен, они умели… Был какой-то способ снятия вот этой вот сажи. Но он забылся и… Алифа, да. Она каждые сто лет… Ну, сто лет затемнеет и темнеет. Или триста – это икон. Да, она очень старая. И она, видишь, там доска обрубленная. То есть, снимали слои. Вот это мы сейчас поставим и откроем. Это мой подарок к моему юбилею. Я закончила как раз в ужасные дни прошлого года. Вот заканчивала этот концерт «Драма номер два» для фортепиано, солистов и оркестра. У меня есть первый концерт «Драма», который я написала в 89-м году. И вот как уже итоговая концерт «Драма номер два». Вот я бы хотела, чтобы когда вот это будет как-то так отмечаться, чтобы был такой концерт. Вот 89-й и 14-й. Почему еще вот, понимаешь, когда пишешь, особенно для оркестра, очень мешает инструмент? Да, тут же очень много вертикалей, прослушивания вот этих аккордов, которых, в принципе, не возьмешь. Ну, можно, конечно, можно взять, но все равно все не возьмешь. То есть инструменты распределяются на разные планы, как и персонализация людей. Вот одни занимаются этим, другие этим. Где-то, где-то подчиняются одни другим в каких-то разделах. То есть там же тоже есть своя форма драматургия, как в любом романе, как в любой картине. Там все это есть только. И ты можешь прочитать и можешь увидеть. А здесь ты ничего не, если не исполнишь. Ты не увидишь и не прочитаешь. Вот так вот. Ты расскажешь, а я соберись свою эту картину. Ну, многому, много посвящали же даже, кто у нас? Феллиниш писал, да? Репетиция оркестра. Феллини? Феллини. Так что… Поэтому дирижеры, наверное, в себе видят вот какую-то мессийскую роль, да, как мессия. Наверное, в самом деле, когда ты вот так стоишь и размахиваешь руками, то вот ты себя ощущаешь Богом или проводником Божьей воли. А не пробовались? Нет. Вот к чему, к чему, вот к дирижированию у меня никогда не было никакого влечения. Не знаю почему, но… Ну, да. Мне интереснее всего это. Для меня это сочинительство, конечно. Старшая сестра, она уже была на 9 лет старше, то есть она уже была ученицей школы столярского, занималась на фортепиано, очень хорошо играла. Ну, кроме того, дедушка мой играл на мандолине и на флейте, ну, как аматор. Мама училась по фортепиано тоже, когда было хорошее время. Поэтому любовь к музыке всегда была у родителей. И, ну, было решено старшую сестру. А я уже росла как бы в этих музыкальных звуках, и четыре года меня начали учить музыке. И я тут же начала сочинять. Сейчас будет вопрос. Первое сочинение. Первое сочинение. Похоронный марш на смерть любимой собаки Джима. Ну, наверное, так оно… Не сохранилось. Не сохранилось. Было в записи, но… Записал мой дядя, но потом, когда расшифровывали, уже ничего не осталось. Слишком много времени прошло. Ну, я помню, что на черных клавишах почему-то… Вот, видимо, такая ассоциация была раз на смерть, значит, только черные клавиши. Ну, ребенок маленький, значит, ассоциативно это было так почему-то. Это по-разному происходит. Ну, стимулом является заказ или желание написать для того или для нового исполнителя, который тебя поразил. Да, и поэтому ты начинаешь искать какие-то стимуляции, искать тему, скажем, да, о чем будет писаться. Или там у тебя есть уже какие-то вот… Исполнитель хотел, чтобы это был какой-то развернутый цикл, там, или сюита, или просто… Это тоже какое-то разгадывание того, что будет. Ну, и стимуляция, конечно, безусловно, имеет большое значение. Ты начинаешь что-то смотреть, что-то читать, что-то искать для себя тот образ, который мог бы подойти для будущего произведения. А вот то, о чем ты говоришь, вот потрясение… Музыка иногда в таком состоянии, ты бываешь, да, потрясенным, ничего не получается. Только позже немножко ты можешь осмыслить то состояние, в котором ты… Если ты это делаешь вот под воздействием какого-то потрясения, это может быть не искренне. Помнишь, по-моему, какой-то был пример, когда… А Телло, Лоренц Оливье и Элизабет Телло, когда они экранизировали это произведение, то у него было такое потрясающее состояние. Он так вжился в образ, ему казалось, что это прекрасно, а ей было страшно, ей казалось, что он ее по-настоящему задушит. То есть вот момент артистизма пропал, игры, потому что актерская. То же самое в композиции, ты должен быть… Отстранен. Отстранен немножко. Если тебе очень весело, это не значит, что у тебя получится веселая музыка и, конечно, наоборот. Хотя у меня были случаи, когда, например, умирала мама, и мне надо было заканчивать произведение. Половина уже была написана. Называется «Двери Настеж для кларнета, диванчели и фортепиано и голоса». Это очень страшное, страшное произведение. Мама умирала тяжело рядом в комнате, и я стараюсь его вообще никогда не слушать. Потому что когда оно… то ли это идет как бы в ассоциации, я слышу прямо вот стоны маминой. Поэтому, может быть, оно слишком реалистично. Ну, там нарушена какая-то грань, потому что все равно в любом случае произведение, которое ты слушаешь, оно должно доставлять эстетическое удовольствие. Они, ну, вот какой-то такой, знаешь, вот как фотографический момент, да, когда показывают там ассоциациям вот эти вот… Это не искусство. Вот в этом произведении там немножко была нарушена грань, потому что там страшно. Искусство – это очень большое актерство. Ты не имеешь права на выявление тех чувств, которые тебя на самом деле очень волнуют. То есть все равно должно быть. Потому что ты делаешь для себя, но не только для себя, но и для других людей. Никто ничего не знает. Кто знал, что произведения великого Баха забудут на 200 лет? Никто не знал этого. На сто лет. Потом те произведения, например, Сальери был известнейшим композитором. Его исполняли намного больше, чем Моцарта. Да, он хороший композитор, но играют Моцарта, а не Сальери. Поэтому ничего мы не знаем. Если об этом знать, то лучше не писать. Потому что вот когда поступают мои композиторы в консерваторию, и каждому кажется, что они вот сейчас наконец-то будут известны, нельзя вообще об этом думать. Потому что профессия композитора, как и художника, и писателя, в этом случае как раз они равны. Это камикадзе. То есть ты выбрал себе такую судьбу. Ты не думаешь о известности. Если думать о безвестности, надо идти по псу, надо писать песни и тогда. А если ты занимаешься вот таким направлением классическим, то то, что ты пишешь, оно не воспринимается. И это правильно. Потому что точно так же не воспринималась музыка Бетховена, Моцарта. Это почти всех. Практически всех. Все умерли. Барток. Зачем далеко идти? Да, он, по-моему, один раз только услышал свой вот этот гениальный концерт второй. И то он не имел ни денег, он не имел ни большой славы, ничего. Казалось бы, да, что это близко. Так что это судьба. Ну, определяет вектор направление дальнейшей мысли через годы, может быть, даже через десятилетия. И бывают случаи, когда угадывают в каком направлении. Совершенно верно. Вот попадет через сто лет, он как бы вот в эту обойму, которая покажется всем понятным. И как бы все будут жаждать только слушать эту музыку. Так как сейчас происходит с музыкой 19-го, 18-го века. То есть всему, конечно, какое-то свое время. Но у нас, как бы вот, чего нельзя допустить, чтобы современная музыка сейчас должна обязательно исполняться. Потому что через сто лет вот она будет в такой роли, как сейчас, скажем, музыка романтиков 19-го века. То есть вот этот период нужно обязательно, чтобы музыка эта жила, чтобы она не пропадала. Музыка жила, а там идет слуховое созревание, эмоциональное созревание. Композитор, художник всегда впереди. Всегда должен быть впереди. Потому что если он будет писать, ну, как вот Верди, да, Верди потрясающая, между прочим, фраза, что либо я делаю шаг вперед в своем творчестве, либо я делаю шаг назад, чтобы сравняться с теперешним состоянием подготовленности к той музыке, которую он пишет. Вот это я везла из Гонконга. Мы были на небольшом острове. Назывался остров Рыбаковка. Как по-б***ски, я не помню. И там был антикварный магазин. У нас была компания, состоящая из трех человек. Это Рашид Калимуллин из Татарстана, Витас Германавичус и я. Это мы были на Исемовские дня. И мы заходим, и там вот лежит тибетский хорн. Видишь? И вот мы, каждый из нас по одной штуке взяли. По-настоящему? Да, конечно. Но я просто, я не могу. Но болтарнисты хорошо играют на этом. Они могут. Это что-то типа тримбиты наши. И что, вы даете вы? Да никто сильно не хочет. Все-таки он же старенький, понимаешь? Это антиквариат. Это антиквариат, да. И вот такая скрипочка тибетская тоже, видишь? Для смычка? Смычок есть, но это, видимо, как-то так вот он. Ну, это привез Бадылев Валерий. Знаешь, такой вот есть писатель, поэт. И, кроме всего, он еще проводник вот в Тибет. Альпинист. Ну, он завсегдатый нашего фестиваля. Альпинист. 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 Это здесь. Это инструмент. Вот я сейчас как раз отсылала ему партитуру. И там, короче говоря, я сфотографировала. Это подарок. Я когда была на стипендии в Шрайане. Шрайане – это Нидер Саксон. Там есть такая, как бы, традиция. Предыдущий оставляет последующим какой-то подарок. Вот передо мной была Сильвия Вилануэлла, аргентинская, композитор. Вот она стала ему такой подарок. Палочки и Сенплатен. Вот такой вот. Да. Искусствовед. Нет, у нас кандидат педагогических наук. И я, и Саша. Это уже Санечка защитился. Вот он у нас кандидат искусствоведения. Да. Это он 2 апреля. Просто Александром… Ну, он докторантуру закончил. Да, он чуть-чуть… Вот как раз Советский Союз распался. И Саша не смог защититься, потому что… Потому что… Малую защиту прошел в Нейхово. Ну, что-то так сказать. 90-й год, да, по-моему. А тогда же какое было время вообще? Какое было? 92-й год. 92-й год. Все. Денег вообще ниже не было. Я помню, что за мое произведение… Эвегиклятика… Эвегиклятика… Как она? Вечная… Что? …которая писала для Эдсэмблиферной музик Тюрих. Мне дали 40 долларов. Я… Я помню… Я помню, в каком я кафе была. Мне казалось, что это вообще… Тысячи. Ну, тогда это были большие деньги. Можно было за 2 доллара посидеть в ресторане. Что они тогда и делали. Помнишь, тогда, когда они нас угощали? Бесконечная одинаковость солнца. Такое произведение у меня было. Иногда казалось, что музыка Восточной Европы тем интереснее, что человек, который… Творческий человек, который постоянно переживает трудности. Он постоянно в чем-то нуждается. Жизнь у него очень сложная, если сравнить с жизнью людей, композиторов на Западе. Может быть, и интерес к нашей музыке больше именно из-за того, что это музыка людей, которые… Ну, мы воспитались на этом тезисе. Художник должен быть… Ты понимаешь, вот есть… В творчестве есть такое сытое творчество. Вот когда все хорошо, тебе и писать не хочется. Потому что все хорошо. Или сильно плохо, или сильно… То есть должна быть какая-то середина. Ты должен быть… Ты должен быть… Художник должен быть всегда немножко голодный. Хорошо. И не сильно. Ну, не сильно. Саня рисовал все время. И поэтому мы были уверены, что он пойдет в художественную школу. Даже сомнений не было, что, возможно, такой школы нет. То есть, раз есть школа Столярского, значит… Ну, вот как бы мы так решили, что точно такая же есть и для деток-художников. А такой школы не было. Ее открыли через несколько лет. Школа Кастанди. Не было. Были только студии. И после четвертого класса. А вот совместная школа, как школа Столярского, там, где… Как колледж, там все… Ну, Кастанди. Кастанди. Ну, я позже открыл. И поэтому в музыкантской семье мальчик, который никогда не играл и должен был… И когда мы уже решили, что он тогда пойдет в школу Столярского… Вот. Потому что, как бы, способности творческие были налицо, а вот навыков у него… К сожалению, если я начинала в четыре года, Санечка начал в шесть с половиной лет только заниматься музыкой. Да, кстати, ничего… Ну, немножко первые… Первые годы немножко сложновато было. А потом… И, конечно, как любой мальчик он не сидел, не хотел играть. Это было сложно. Ну, вот, после конкурса, по-моему, это было в Гере, да, ему десять лет было, когда он выступал на сцене. Он почувствовал вот этот вот удивительный… Удивительное ощущение наслаждения от того, когда ты на сцене. Вот, наверное, началось уже иначе восприятие того, что надо учить, надо много заниматься. Что пианист должен пять-шесть часов обязательно сидеть за инструментом. Ну, так же, как и любой инструменталист. Каждый день? Каждый день. А как он ходит? То же самое. То же самое. Это очень такая неблагодарная работа. Но удовольствие, удовольствие очень большое. Ты с удовольствием сидишь, сочиняешь. Люди, которые получают кайф от того, что они слушают, да. А вот я больше удовольствия получаю от того, когда я пишу, когда я работаю. Когда вот начинает что-то получаться или не получаться. Ну, вот, это очень увлекательно для меня, очень увлекательно. Я получаю наслаждение от этого. Я сделала очень большой перерыв после окончания концерта драмы 20 февраля. Вернее, я закончила 18 февраля, по-моему, там 18 февраля. И я ничего не сочиняла до октября месяца, да. Когда я получила заказ на написание кантаты. Да, где-то даже ноября. То есть я быстро ее написала. Кантаты по заказу канадского ансамбля на тексты Оксаны Забушка. Три осенней элогии. Сопрано, кларнет, габой, фортепиано, скрипка и виланчель. Вот 4 апреля будет премьера в Торонто. Я лечу туда. Не успела я закончить это произведение. Начала другое произведение для соло-гитары. Закончила это произведение для следующего ансамбля. И вот сейчас, за этот год, начиная, ну да, ноябрь, февраль, уже 4 произведения написано. Пошел такой вот какой-то всплеск. А до этого 10 месяцев ничего не делала. Не могла. Как-то так получается. И сейчас, то есть, видимо, это нормально, когда ты перестаешь писать, набираешься новых впечатлений. У меня набираются новых впечатлений. Ну, из космоса черпаем. Сейчас я... Магитация? Нет, нет, нет. Просто... Время летит очень быстро. Прочти, как здорово сказано. Идут года, и я с отчетом своим полетом несусь туда. Идут года, и год протевший, цветок поблевший несу туда. Идут года. О работе. То есть, каждый курс имеет свой план. Конечно, это первое. Но, безусловно, есть такие, как бы, беседы, когда мы обсуждаем произведения, ищем тему, сценарий того, над чем будем. Работать. Поиски материала. Ну, в принципе, это индивидуальное занятие. Мы как бы... Я присутствую при том, как рождается произведение. Учу, делюсь какими-то технологиями. Присутствуют все, но работаем с каждым, с индивидуальным. Потому что каждый пишет свое. То есть, тут никакой общей работы не может быть. Создание композиции. Создание романс, пьеса, вариации, симфонии. То есть, на каждом курсе есть своя задача. От меньшего к большему. Заканчивает студент, магистр, магистр симфоническим произведением. Ну, сами композиторы — это штучный товар. То есть, на каждом курсе по один, по два композитора, не больше. Значит, что это у нас такое, еще раз? Озарение? Нет, это отчаяние. Ну, так надо было хотя бы написать. А то, видишь, ты не рассказала, я забыла. Отчаяние, да? Да. Отчаяние. То есть, соло в начале фортепиано. Ну, давай, давай. Ну, давай. Ну, давай, давай. Напомню. И это все. Начало. Это у тебя получается как вступление у фортепиано, это по соло, а фортепиано здесь молчит. Просто может быть педаль. Присутствие всех студентов, композиторов на уроке очень важно. Конечно, я не требую в обязательном порядке, потому что есть разные моменты. Но получается, что первый курс смотрит на работу своего старшего товарища. И тот уже проживает немножко то, что ему надо делать будет в следующем году. То есть он уже включен в работу. И более старшие, они помогают преподавателю. Какие-то мнения выслушивает преподаватель, потому что это взгляд со стороны. И это приучает композитора анализировать не только свою музыку, но и музыку своих товарищей. Потому что на фестивалях, на различных конференциях, посвященных этому, обязательно есть вот такой вот аналитический разбор произведений. Влад студент второго курса. На каждом курсе есть свой план работы. Если на первом курсе это небольшие пьесы для одного или двух инструментов, то есть это может быть циита, это может быть цикл пьес с какой-то одной своей идеей, вот как в данном случае Катя показала. Такой майский цикл. Цикл из философии май, да? Вот, стихии. Второй курс – это самый сложный у композиторов, потому что здесь композитор поставлен в очень узкие рамки. Это вариационный цикл. Но без прохождения через эту форму, к сожалению, бывает очень трудно в дальнейшем, если студент не освоил эту форму. Написание вариаций на какую-либо тему, то есть на собственную тему. Но мы не будем играть все, мы сыграем только, наверное, саму тему. Саму тему. Обратите внимание, что тема одноголосная, никакого аккомпанемента, то есть сужение задачи до минимума. Но чтобы из этого минимума сделать максимально развитые и разнообразные в фактурном и динамическом стиле вариации. То есть здесь и полифонические, и фоногармонические, и жанровые, такие как, например, этот марш. Сможешь наиграть? Давай. Да, сдайся, да, я сыграю. Написал на звук. И все композиторы пианисты. Влад вообще саксофонист. Поэтому, как бы, не все студенты, композиторы стопроцентно владеют фортепианом. Слоды Божьи, Господи, Вы спасением ваших народы. Спасибо. И началась у нас вторая побочная, да? То есть это первая побочная партия. Да, ну уже... С краплениями фона из второй побочной. И появление. Ли, наверное, я сыграю за Ли. Потому что Ли у нас студент подготовительного отделения. Он сейчас пишет пьесу, которая называется... Пьеса есть, а названия еще нет. Так, ну хорошо. Вот, обратите внимание, вот структурный, как бы, разброс, структурная схема этого произведения. Пьеса есть, а названия. Вот такая вот у нас пьеса. Ну как, девочки? Да? Разверну это, да? Масштабно получилось, да? Меняемся. Меняемся. Масштабно. Тема. 這個. Я думаю, что достаточно. Я думаю, что достаточно, просто чтобы показать, в какой обстановке мы работаем. Мы сейчас вдвоем пытались сыграть и показать весь материал. Круто. За оркестр. За оркестр. Вот к вопросу о том, как это все можно сыграть. Есть моменты, которые может человек сам сыграть, но есть, безусловно, что и вдвоем не сыграешь. Ну да, современные симфонии, переложения сложно сделать для фантастикана. А можно я ребятам сдам? Обязательно. Вопрос, который мне задумал. Скажите, пожалуйста, ассоциации и музыка совместимы или нет? Или это воображение и музыка? Что видишь? По моему мнению, например, это по ощущениям. А вот, допустим, в один момент это какая-то ассоциация, естественно, от чего-то, допустим, что-то впечатлило, и ты приходишь и ты погружаешься в это состояние. А в другом случае, как бы, идет, уже потом материал сам развивается по себе, и ты ничего с этим делать не можешь, он живет в собственной жизни. Вот получается какой-то толчок, ты садишься, нуждается мелодия, тема, не знаю, а потом она уже сама по себе живет. Ты сначала спишешь схему? Нет, схема обязательно, потому что если не будет схемы, это будет просто набор нот, а если есть схема, это уже как бы фундамент для постройки какого-то здания. Ну, я считаю, что воображение как бы порождает музыку, а ассоциации от одного произведения могут у каждого человека свои ассоциации быть. То есть это такое не совсем конкретное состояние, в отличие от воображения. А может быть воображение это узел композитора, а ассоциация слушателей? Да, можно сказать. И это, видимо, закончим? Да, на такую хорошую ночь. Спасибо вам большое, Ирина. Спасибо. Ирина. Слушатель, ну то есть слушатель воспитывается, а у нас такого воспитания не было. Вернее, оно прекратилось где-то после войны сразу. Еще как бы вот старое поколение, они помнят, вот мама мне говорила, мы ходили в концерт, в концерт ходили, ходили в парк, там где играл симфонический оркестр Натан Рахлин, то есть она не музыкант была, как бы там немножечко что-то училась на фортепиано, но они с удовольствием ходили и слушали исполнителей. Это было заложено, это престижно было. А у нас как-то вот с удовольствием пойдут на вальсы Штрауса, прекрасный был концерт недавно, даже два концерта. На один я тебя приглашала, там где Санечка играл, Бартока. Кроме этого был Берио Шуберт, удивительное произведение, Берио это современный композитор, и нашел рукописи Шуберта, незаконченной симфонии. И он сделал, то есть он ничего не добавлял к тому материалу, который там был, но там были пропуски, и вот в эти пропуски он написал свое. И это настолько, я была просто поражена, я думала, что мне будет неинтересно, но это было что-то нечто, что-то нечто. И вот недавно, в прошлую пятницу был изумительный тоже концерт, приехала Оксана Лынев, прекрасная женщина-дирижер молодая, которая сейчас в Штутгарте, в Штутгартской опере, она второй дирижер. Ну, закончила Львовскую консерваторию, когда-то была у нас в оперном театре, пять лет проработала здесь вторым тоже. Так вот, был исполнен Мирослав Скорик, Ланюк, композитор из Львова, и наш, да, наш, как бы, классик современной украинской музыки, Борис Леташинский. Прекрасный был концерт, но, конечно, людей не много, конечно, немного. Ну, три четверти, да. Ну, надо брать скидку, что у нас на 1200 мест за очень большой, самый большой в Украине. В Одесской филармонии. Поэтому, если бы наша интеллигенция, как бы, было бы престижно ходить, они бы, ты все равно эту музыку не воспринимаешь так, как ее нужно воспринимать. Точно так же ты не воспринимаешь Моцарта и Шопена. Им кажется, что, знаешь, как это должно восприниматься. А большинство людей, если они воспринимают современную, то они не могут понять классическую музыку, это законы. Но, как-то так, мы воспитаны иначе, поэтому мы и делаем фестиваль, понимаешь? Потому что это воспитание слушает, привит человеку, как бы, вот эту вот необходимость соприкосновения с искусством. Но, опять же, настрой. Ты даже вспомни, вот когда бывают такие моменты, тебе не хочется идти совершенно, потому что ты не настроился. И вот ты так и проведешь весь этот вечер в таком настроении. Потому что ты должен настроиться на то, что ты идешь познавать что-то новое. Прикасаться к чему-то новому. Если это делали люди, которые посвятили себя искусству, которые прошли 20 лет обучения этому ремеслу, то не послушать такого не может быть. Ведь залы на Западе полны. Обывателям везде обывателям. Просто сейчас, как бы, смена «Р» происходит. Мы на переломном моменте находимся. Ну, если там, по-новому что-то говорить. Потому что раньше была, ломинировало 2000 лет, даже 4000 лет. Искусство, музыческое, так называемое, от мус, музы. Марши, песни, похороны. Наверное, про все мелодическое, все по одной схеме развивается. Что симфония, что песня, что марш, что свадебный марш, что церемониальные всякие песни. Все развивается. И теперь вдруг вся эта вот мелодика, весь этот вот, вся красивость исчезла в современной музыке. И отрубили. И перешлись на совершенно другую систему. Понимаешь? Новую, которая отражает уже, видимо, по-другому этот мир и все. И, конечно, такой стереотип, он неприемлемый для большинства. Для подавляющего большинства. Поэтому и такое отношение, как на музыке, что как будто тебя в прорубок умолит, и все равно ты ее не понимаешь. Но все равно это изменилось уже. Все. Уже к тому старому возврата не будет. Уже человечество пойдет. И мы сейчас, мне кажется, что мы на пороге вот этой вот новой эры смены сознания. нового сознания. Как его дальше будет? Кто угад. Вот эти вот композиторы современные, конечно, они ищут что-то. Но не потому они ищут, что хотят, знаешь, показаться особенными или какими-то необычными, чтобы вот удивить публику. Нет. Потому что у них изменилось сознание, они видят по-другому. И они хотят вот. И там уже нет этой мелодики, нет гармонии. Там есть уже какие-то другие, получается, горизонты открываются. Какая-то объемность, получается, пласты, напластование. То, чего не было, скажем, в классической мелодике. Все по-другому. И, конечно, когда слушатель приходит со старой линейкой и начинает мерить, значит, простой линейкой объем, то у него ничего не получается. Ну, стереотип другой. Вот он должен, нужно воспитывать это постепенно, постепенно. Потому что мы же садимся на Мерседесе, мы летаем на ракетах. А эстетическое сознание остается там еще, в 19 веке. Так нельзя. Оно же все меняется, все вместе. Поэтому нужно и то изменить. И тогда человек начнет понимать. Редактор субтитров А.Семкин